В тот момент, когда я назвал себя патриотом, в тот момент, когда я в первый раз взял в руки оружие, я взял на себя ответственность за эту страну. До войны я был студентом, я, в общем, учился в техникуме, у меня были некоторые разные увлечения, фехтование, диггерство, чем я только не занимался. На самом деле я просто учился в школе патриотической Запорожский сечевой коллегиум, и так сложилось, что я с детства любил историю. Ну, просто реально я вырос на книгах о казачестве, я не задавался вопросом, зачем идти на войну, ну, вот зачем мне это нужно. Я понимал просто то, что это нужно. Для меня это было как априори. Если ты мужчина, ты должен пойти на войну. Когда я приехал в зону АТО в первый день, нам сразу с ребятами сообщили о том, что складывается очень сейчас невеселая обстановка. Мы в тот же день собирались и выехали в направлении села Георгиевка, Луганской области. Там случилась такая ситуация, то, что парни из 80-й бригады попали в окружение на Луганском аэропорту. У них заканчивались боеприпасы, заканчивалось продовольствие, им нужен был коридор. Как бы регулярные войска на тот момент не могли это обеспечить, поэтому обратились к нашему батальону. Наши командиры разработали план по зачистке самого села. С нами было в поддержку три танка, и с ними мы выступили уже на само село. То, что мне запомнилось больше всего, это когда мы первые несколько часов просто вся пехота лежала. По селу ездили танки. Там просто реально снаряды летали направо-налево, дома взрывались постоянно то там, то тут. Но в конечном итоге танковый взвод, который был с нами, они победили, но потеряли одну машину. А потом уже пошла пехота, зашли в село, начали зачистку. Провели зачистку, выбили до окраин села, до моста, и начали закрепляться уже на оппозициях. Во время зачистки села Красный Яр, который уже входит в Жовневый район Луганска, в общем, наш взвод отправили на фланг. К нам с фланга приближался противник, наш взвод отправили их встречать. И получилось так, что мы заняли позиции на кладбище, на кладбище, на краю и на поле рядом. И я не знаю откуда, но, походу, корректировщик специально на нас направил. У нас лег пакет Града, 40 ракет. И самое страшное было, я просто лежу между двумя могилами, вот так вот трясусь, короче, и вокруг все взрывается, земля трясется. Вот это меня, наверное, больше всего испугало. Просто очень много разного творилось, и плохого, и хорошего. К сожалению, у нас, по крайней мере, наш батальон очень мало освещается в СМИ. Но, тем не менее, Айдар был одним из трех лучших добровольческих батальонов. Мы на тот момент, мы за полтора месяца очень много отработали. Мы провели пять или шесть штурмовых операций. Как бы мы ни одного боя не проиграли. Да, с очень большими потерями, но, тем не менее, мы в каждой операции брали верх. А в данный момент такое ощущение, как будто бы про наш батальон все забыли. Когда я уезжал, я ехал с города Киева уже в зону АТО, меня друзья забирали. Мои родители думали, что я туда поехал работать. И просто в один прекрасный момент, я помню, просто перезванивал с телефона покойного диджея, маме сказать, что у меня все в порядке. А потом просто в один прекрасный момент, что я два дня и не звонил, она звонит на его телефон. У меня на тот момент телефон сел. Она на его телефон перезванивает, и в этот момент по нам начинают работать минометы. Ну, она была немного в шоке, нам пришлось быстро сбросить трубку и бежать в укрытие, а потом уже, когда она перезвонила в следующий раз, она уже была спокойна, мы все обсудили, ну, она просто приняла то, что это мое решение. На самом-то деле довольно сложно и проблематично психологически вернуться с войны, очень слабо поставлена реабилитация бойцов, поэтому довольно много бойцов страдает от ПТРС, ну, и у меня тоже такое бывает в том числе, и хочется реально вернуться в армию, я думаю, над подписанием полугодичного контракта, потому что в армии все просто и понятно, а возвращаться в мирную жизнь просто наступает, это обостренное чувство справедливости, это непонимание. На самом деле еще появляется вот желание вернуться обратно на войну, потому что я понимаю, что в тот момент, когда я назвал себя патриотом, в тот момент, когда я в первый раз взял в руки оружие, я взял на себя ответственность за эту страну. Редактор субтитров А.Семкин